Мы сегодня будем говорить с вами об энергии. Почему мы будем об этом говорить? Да потому что каждый человек задаёт практически этот вопрос, где черпать энергию. А мне задаёт следующий вопрос, а где вы берёте эту энергию? Откуда вы её берёте? А как вы переживаете сложные времена? А почему вы никогда не устаёте? А вы вообще устаёте? И это для меня очень странный вопрос, потому что я, честно говоря, до какого-то периода времени вообще не подозревала, что у других людей не так. То есть для меня стало открытием, что, оказывается, не все люди такие энергичные, не у всех людей есть много сил, много желаний, много мотивации, много всего. Для меня это было таким вот открытием. Когда я стала наблюдать за людьми, и оказалось, что люди не шутят, и действительно многие выдыхаются, многие чувствуют себя угнетёнными достаточно, а затем я стала присматриваться, о чём люди говорят, и на чём они фокусируют своё внимание, я увидела, что действительно страдания преобладают. Для меня было очень интересным моментом, начиная с детства, когда я вот стала вспоминать, что мои двоюродные сёстры, братья, вообще всех, кого я знала из детей, очень любили болеть. Очень любили болеть для того, чтобы не ходить в школу, для того, чтобы сидеть дома, смотреть мультики, для того, чтобы родители, значит, на них обращали больше внимания. Вы помните, когда ребёнок болеет, родители начинают, значит, там ему что-то покупать, становиться такими идеальными родителями. Говорят, дорогой, значит, мой ребёнок, что тебе приготовить покушать? То тебя мама, значит, пихала всем подряд, а тут вдруг мама начинает стараться, переживать. Ты очень просил, чтобы мама оставила свою работу, там, удивила тебе внимание, и тут мама на всё готова. И, конечно же, как дети, начиная с юного возраста, мы начинаем эти вещи замечать, мы очень умные, когда рождаемся, пока нас не портят, и мы начинаем манипулировать этим. Но если бы это касалось только манипуляции, то я бы сказала, что это весьма неплохой навык, который мы с вами получили. Но мы, большинство людей, не запоминают это как только манипуляцию, такую интересненькую, прибеднение. А многие берут это так, что когда мне плохо, другие люди больше обращают на меня внимание. Я нужен другим людям тогда, когда мне плохо. И вот эта ситуация жертвенности, она начинает человеку нравиться. Но если бы мы были просто актёрами, например, и воспринимали это как роль, это было бы одно. Но ребёнок и взрослый человек, оказываясь в какой-то ситуации, достаточно быстро начинает в неё верить. И начинает ей жить. И начинает об этом думать. Как хорошо, когда ты страдаешь. Как хорошо, когда ты болеешь. Ведь вспомните, стоит, чтобы что-то плохое у вас случилось, я даже помню по своим парням, кружку донести, что у меня проблема. И тогда мой парень становится супергероем, и он начинает меня спасать. Люди любят жертв. Люди любят помогать в беде. И даже не то, что любят, им нравится чувствовать в этот момент свою нужность. И мы, сами того не понимая, начинаем не просто эту манипуляцию, мы начинаем жить как жертвы. Мы начинаем... Всем добрый вечер, кто присоединяется. Мы начинаем вибрировать в позиции жертвы. Вибрировать – это значит всеми фибрами своей души пытаться закрепиться в позиции жертвы. В позиции того, что у тебя плохо, у тебя нет денег, у тебя нет работы, у тебя шеф-козёл, парень-дебил. Тебе начинает это нравиться, потому что у тебя появляется огромное количество друзей, людей, которые тебя поддерживают, которые делятся своей бедой. А ведь это классно, потому что бедой делиться все любят. Потому что это такое общее страдание. Потому что беда – это то, что есть у всех. Деньги, успех, признание, счастье – это то, что есть далеко не у каждого человека, а страдания, беды, отсутствие денег – всё это есть у большинства ваших знакомых. И все, значит, вот совместно создают вот такое энергетическое поле. А теперь давайте с вами подумаем логически. Находясь вот в таком энергетическом поле страдания, это наполняет энергией в целом? Или это энергию у вас забирает? Это как история про пепси-колу или сладкое. С одной стороны, кажется, что это вас наполняет, нас наполняет, да? Мы съедаем с вами сладенького, нам становится хорошо. Но в перспективе мы знаем, что это то, что быстро уходит, не насыщает наш организм, приводит в какие-то неправильную схему работы, да? Потому что у нас там быстро инсулин выделяется. Ну, в общем, не будем сейчас по этому поводу идти. Но в целом мы понимаем, что если мы будем с вами питаться только сладким, делать это постоянно или 80% времени, мы знаем, что пользы у нас не будет. Мало того, у нас начнутся перепады настроения. В общем, у нас начнется конкретная зависимость. То же самое происходит и с людьми. Люди настолько привыкают делиться плохим, вы даже позамечаете за собой, что когда вы даже говорите, давай поговорим о чем-то хорошем, вы все равно со своими знакомыми, друзьями или родителями достаточно быстро скатываетесь в обсуждение кого-то, в обсуждение проблем, в какие-то жалобы. Вот так или иначе вы как будто бы с каточка скатываетесь. И это все не то, чтобы не питает вас нормальной энергией и не дает вам силы для развития. Это такой жесткий подсос. То есть энергетически вы все отдаете. Вы вроде бы поговорили об этом, вы даже такой бодрый, вы так пожаловались классно, знаете, может даже всплакнули. А потом внутри пустота, потому что вы не знаете, что с этим делать. У вас не становится больше денег, у вас не становится лучше партнер, у вас не становится ничего по факту лучше. Это болото вас засасывает, и в результате ваши мысли еще больше разрастаются и говорят «Жизнь говно». Одни проблемы. Мало того, вы начинаете отрицать, и вас начинают раздражать люди, которые как-то иначе живут. Вы говорите «Это они придумали, так не бывает, успеха никакого нет, все о себе выдумали, это все выдуманный, надуманный инстаграм, это надуманное». Но вы знаете, много надуманного, но очень много настоящего. Большинство людей, которых вы видите в инстаграме, действительно сидят и ездят в этих машинах, а я не сижу в каком-то фотосалоне, как бы многим хотелось представить, действительно покупают дорогие шмотки, действительно путешествуют, и далеко не все, не все эти люди, простите, как часто подаются проститутки, да нет, это обычные люди в нормальном мире, которые живут, предпринимательством занимаются, бизнесом, работают. Жизнь, она такая тоже есть, она такая тоже есть. И вы смотрите, и вас вызывает отрицаловку такую, потому что вот это, когда у нас с вами, понимаете, вот есть энергия, которая нас питает, давайте вот на примере еды, да, мы поговорили о пустых калориях, и есть то, что нас насыщает и является для нашего организма топливом. То же самое и в нашей энергии, которая двигает нами по жизни. Есть энергия, когда мы вот обсудили трагедию, проблему, мы этим пожили, но есть та жизнь, а у вас на это энергии нет, потому что вы не умеете, вы не понимаете, где ее черпать. Для вас понимание жизни, это только проблемы и обсасывание, чего бы то ни было. Вот, а вот где взять энергию для того, чтобы строить, для того, чтобы становиться успешным, для того, чтобы реализовывать какие-то цели, для того, чтобы просыпаться утром и ставить для себя какие-то задачи. Человек этого не понимает, просто нету этого понимания, вообще базы для этого никакой нет. Так давайте разбираться с вами, почему так происходит. Ну, первое, я вам уже ответила, потому что так принято, и потому что мы с детства это в себе очень четко усвоили, что когда мы жертвы, когда у нас все плохо, у нас гораздо больше друзей, нас гораздо больше любят, нам могут даже дать в долг. То есть это такая очень интересная схема, которая просто корнями в нас пропитана. Это первое. Второе. Естественным вопросом возникает, а как может быть по-другому? Что может быть по-другому? Безусловно, очень, ну, как бы успех вообще зависит от той среды, в которой мы находимся, и от осознания того, что это подходит мне или нет. Я в свое время находилась в подобной среде и жила подобной жизнью. У меня было окружение моей мамы, ее подруг, прекрасных людей, но позиция жертвенности, которая была просто во всем, потому что все были разведенные, у всех были дети, у всех все тянули бабы на себе, и все это постоянно обсуждалось. И я понимала, что это норм. То есть вот такая трагическая, страдальческая история. Поговорить о том, даже было так, что если у кого-то что-то получалось, моя мама, например, она такая очень была успешная тетя, в каких-то моментах весьма, но она никогда об этом подругам не рассказывала. И когда я ее спрашивала, почему, она мне говорила, чтобы, зачем заставлять их волноваться? Лучше я буду говорить, что у меня так же, как у них. То есть проблемно. И тогда нам будет о чем поговорить, потому что иначе люди этого, ну, не понимают. То есть первая история, это среда. Я жила точно так же, у меня были такие же подружки, там отношения, пока в какой-то момент я задала себе вопрос, а почему есть другие люди? Почему есть люди, которые успешные, которые говорят об успехе? Хвастунишки? Ну, мне нравились эти люди. И я поняла в какой-то момент, что я хочу быть таким человеком. Я хочу быть человеком, который олицетворяет успех. Я хочу быть человеком, у которого получается. Мне не нравится, когда меня жалеют. Я хочу, чтобы мной восхищались. Я хочу, чтобы мне хлопали. Я хочу знать, что я чего-то в жизни добилась, а не сидеть все время в позиции того, что, вот знаете, мне вечно не хватает. Я чувствовала в себе эту силу, но я не знала, каким образом ей воспользоваться. И тогда я поставила себе такую цель. Я хочу найти людей, которые уже так живут. Я хочу быть в обществе этих людей. Я перестала жаловаться, я перестала общаться с этими людьми и начала искать. Первое время ты остаешься, тебя воспринимают, как белую ворону. Все начинают вокруг говорить тебе, почему ты такой? Ты зазнался, ты какой-то... А ты понимаешь, что тебе сейчас очень важно воздержаться, тебе сейчас очень важно снова не уйти вот в эти низкие вибрации, потому что тебя это высасывает, потому что ты понимаешь, что ты, например, лучше проведешь вечер с книжкой, чем ты проведешь вечер с подружкой, которая будет тебе лить обо всех своих проблемах, и ты потом выйдешь, и у тебя ничего вообще нету, никакого времени, никаких сил, ничего. Ты прожила ее жизнью, ее проблемами, и все. У тебя опять на твои цели не хватило времени, даже чтобы о них подумать. И я начала увлекаться книжками. Я начала смотреть на других людей. Я тогда была уже в шоу-бизнесе, и я начала обращать внимание, а какие люди меня окружают, и с кем я могу. Я услышала у артистов, у кого-то что-то услышала, и я начинала цепляться за этих людей, за эту информацию, для того, чтобы находить другое, для того, чтобы говорить о чем-то успешном, классном, задавать вопросы. Я очень хорошо помню, как я с мужчинами, там, например, мы общаемся, мужчина, там, знаете, естественно, начинает со мной флиртовать, а мужчина успешный. А я ему говорю, расскажи, пожалуйста, о своем бизнесе, расскажи, пожалуйста, как ты начинал, расскажи, пожалуйста. И он на меня смотрел и говорил, Оль, ну ты такая красивая девушка, тебе это ничего не надо, ну, естественно, ему хотелось только там, чтобы я с ним куда-то уехала. А я нет, я ему наоборот давай задавать вопросы, а как это, а что это, а как это возглавлять корпорацию, а как ты, откуда ты родился, где это было, с кем ты начал общаться. Это было очень-очень интересно, поэтому вот эта движушная история внутри, она очень мной двигала. Ключевой момент, который вы должны понять, что энергия есть в каждом из нас по умолчанию, то есть это как кровь, она в нас есть с рождения, вообще в нас с рождения есть все, и мы используем и свое мышление, и свою энергию каждый день постоянно. Каждый из нас с вами ежедневно создает свою реальность. Мы решаем с вами с утра, в котором часу проснуться, что мы наденем, что мы будем есть, куда мы поедем, с кем мы будем встречаться, что мы сейчас скажем. Мы вершим свою реальность. Но вы привыкли вот такую реальность решить, а остальную говорить, что вы этим не располагаете, у вас нет энергии, вы свою энергию каждый день отдаете. Только вы ее отдаете либо на пустые углеводы, на быстрые, то, что я называю, на всякий шлаг обсуждения с друзьями, на всякий галимый, простите, контент в интернете, на листание ленты, на смотрение новостей, на нелюбимую работу, на занятия, которые не приносят вам никакого удовольствия, на заставляние себя что-либо делать. Вот тут я себя заставлю. То есть вот вы эту энергию тратите. Вопрос не в том, где ее брать, она есть. Вопрос в том, куда ее тратить. И вы ее отдаете, не замечая сами того, не осознанно, потому что вы об этом не думаете, на все то, что вам не нравится. Все, что в жизни вам не нравится, это слив вашей энергии. Вы как в унитаз нажимаете на кнопку или тянете, помните, как раньше такие были, тянете за цепочку, и у вас эта энергия уходит. Вы просыпаетесь утром и имеете такое же количество энергии, как у меня. Только стоять, энергия, только разница лишь в том, что я в своей жизни делаю то, что мне нравится, с самого утра я знаю, я просыпаюсь, я знаю, почему я проснулась, я знаю, я занимаюсь любимым делом, я создала свою прекрасную семью, я занимаюсь своим телом, я делаю процедуры, которые мне нравятся. Я ничего не включаю в свой день такого, чтобы меня выжимало. А если это происходит, я этот момент отлавливаю, говорю, что сегодня было не так? Ага, пообщалась с этим человеком и после него почувствовала себя плохо. Почему? Дело в этом человеке, дело в теме, о которой мы говорили, что мне не понравилось, я это анализирую, и в дальнейшем я это убираю. Я ежедневно работаю со своей жизнью, я свою энергию, которая у меня есть, бережно к ней отношусь. Я знаю, что я проведу эфир, я получу много энергии в ответку, потому что я сделаю то, что мне нравится. Во-первых, я поделюсь, во-вторых, я точно кому-то помогу этим. И вот я сижу одна в машине, чувствуете, как я тут энергично накачиваю все, и мне классно, потому что я очень хочу до вас это донести, и мне это нравится. Я не сижу и не страдаю, и не думаю, о господи, я уже 18 минут разговариваю с людьми, я так устала за этот день. Нет, я кайфово провела этот день, и я готова вещать, вещать и вещать, потому что для меня это важно. Вот это очень важный фактор. Я не трачу свою энергию на то, что меня выжимает. Поэтому у меня из дома домработница. Мне выгоднее заплатить ей, чтобы она пришла ко мне и идеально убрала мою квартиру, чем отдать энергию на то, что я буду целый день мыть свою квартиру. Мне выгодно иметь свою няню, которая занимается, поехала, забрала детей, привезла детей, поугладила дома, покормила теми вещами, которые меня не наполняют. Но тогда, когда я хочу, у меня достаточно времени для того, чтобы провести с детьми, и когда у меня есть время, есть возможность, я с удовольствием это делаю. Я не делаю это истерии, о господи, мне опять куда-то тащить своих детей. Мне снова надо с ними что-то делать. Боже, зачем я их родила? Они забирают у меня всю жизнь. Ведь мамочки любящие так часто думают, и мы не можем их в этом упрекать, потому что для вас, для них, жизнь так сложена. Вот человек не понимает, что может быть по-другому. У меня нету на это денег. Это вы так решили, поэтому у вас нету на это денег. Вы так свою жизнь решили, что у вас на это денег не будет, и они к вам не приходят. То есть это элементарные штуки, мы сами все это определяем. И вот эта вот энергия, это как раз и есть то, что вы ее зарываете сами, делая то, и в своих мозгах решая, что это невозможно исправить, что ваша жизнь тяжелая, что она такая, и вы страдаете. Но вы получаете удовольствие в страданиях. Когда вы встретились с подружкой, которая точно так же страдает, вы это обсудили, и заметьте, вам в этот момент стало легче. Подайте почему? Потому что вы порадовались, что вы не одна так страдаете. Не потому, что вы разделили, нифига, вы порадовались. Мы любим радоваться, когда не только мне так плохо. Мы этого даже признать не можем. Но это, понимаете, как это в нас воспитано, с кровью передано, поколениями. То есть нам необходимо время для того, чтобы мы перестроились. Но перестраиваться всегда нужно осознанно. Я все время вам привожу пример, как с питанием. Когда тебе 5 лет, и мама тебе вообще не объясняет, что такое углеводы, что такое сладкое. Ты просто ешь, потому что тебе хочется. И ты не понимаешь, что ты стала жирной. Ты не понимаешь этого. Ты понимаешь это в 15, когда мальчик говорит тебе, который тебе нравится, что ты жирная. Ты понимаешь это, когда у тебя на сиськах в 15 уже растяжки. Когда у тебя бедра, у меня лично, на бедрах растяжки, на моих прекрасных, широких ногах, ой, широких, господи, красивых ногах. Растяжки. Потому что мама не объясняла, блин, мне в детстве, что нельзя так жрать вечером, что нельзя жрать булочки. Мама говорила мне, ты хорошая, ты молодец, ешь. И все. Надо объяснять. Я своим детям это объясняю. И во взрослом возрасте мы тоже должны понимать принципы и законы. И ключевое, что вы должны сейчас знать, этот источник энергии находится в вас. Он абсолютно такой же, как у меня или у кого-то другого. Но когда мы с вами, делаем то, что нам нравится, когда мы это разбираем, когда мы уходим из позиции жертвы, когда мы начинаем контролировать свои мысли и понимать, что это же я выбрала. И я запутала этот узел или запутал, но я могу его распутать. Вот в чем прелесть. Вопрос не в карме. Я уже 300 тысяч раз вам об этом говорю. Не в карме, не в чем-то там. Вопрос в нас, вот здесь, в наших мыслях. Нас не научили думать родители, потому что они не знали. Они не то, что не хотели. Они не знали. Они нас научили так, как их научили. Нас не учили думать в школе. Нас вообще думать не очень-то учат. Нас учат делать то, что говорят. Вышли на площадь, сказали, вот вам по 100 рублей раздали. Вот такой народ, в принципе, нужен государству. Ну, вы должны это понимать. Это кукловодие, это совершенно другая история. Но когда вы начинаете думать, вы начинаете это понимать. Вы начинаете осознавать. Проводите прямые какие-то эксперименты. Посмотрите, даже в спорте есть спорт, который не нравится вам, и для вас это пытка, а есть тот, после которого вы выходите, попробуйте что-то новое, и вы понимаете огонь. Я очень много лет хотела заниматься бальными танцами. Ну, понятно, хотела-хотела, и не занималась. И тут, когда мои дочери уже стали преуспевать, и я уже села на свой шпагат после своей дочери-гимнастки, я подумала, что, блин, ну, надо уже заняться бальными танцами, уже моя младшая дочь пошла на бальные танцы. И я пришла на танцы, и тренер мне ее говорит, а давайте танцевать. И я говорю, ну, давайте, а какое время? Думаю, какое вообще время? У меня днем вообще нет времени. Он мне говорит, давайте в 7-8 вечера. Я думаю, ну, вообще, блин, бред. Это я во сколько буду? В 11 домой приезжать, танцевать, бальные танцы? Я буду с 8, я устаю вообще, я хочу отдохнуть, побыть со своей семьей. А потом я взяла, я пошла на первую тренировку. И вы знаете, я вот, ну, не знаю, сколько там, полгода вечерних тренировок, я приезжала домой в полодиннадцатого, в 11 вечера, вот такие поздние тренировки, и оказалось кайф. И оказалось, что меня это настолько заряжает, что я, жаворонок, прекрасно могу танцевать ночью. Ну, для меня это ночь, потому что мне это нравится, потому что важно найти то, что вам нравится. И вы, ваш вот этот внутренний источник энергии, это подсказка. Когда вы что-то делаете, пишете, поёте, не знаю, рисуете, делаете какую-то работу, и вы чувствуете прилив сил, это ваше, это ваше впитает, ни в коем случае не забирайте это. У нас же как принято? Работа – это то, что я ненавижу, но то, что надо. А хобби – это то, на что нет времени, и это для души. Так превратите своё хобби в работу, включите свой мозг, и найдите возможность это сделать так, как это сделала я сейчас. Я до сих пор не могу привыкнуть, что я не езжу в офис. Я в офисе была десятилетия, постоянно. Я приезжала вместе с командой, работала. Для меня это был какой-то такой подсос, знаете, вот постоянно. А сейчас я не могу привыкнуть, что я не езжу в офис, что у меня стало больше времени, но что я в разы больше сейчас зарабатываю, что я круче себя гораздо чувствую, что у меня есть время на моих детей, это не вопросы про какой-то конкретный заработок, там, пассивный какой-то бизнес, это вообще не имеет значения. Я в работе круглосуточно. Те, кто со мной общаются, знают, что я могу ответить и в час ночи, и в 12 ночи, и в 2 часа ночи, и в любой у меня нет выходных дней, и так далее. Я моментально отвечаю всегда, везде, я везде, потому что мне это нравится, потому что это для меня важно, потому что это для меня, меня это напитывает, это не история про то, что мне от этого как-то плохо, грустно, что я вынуждена, потому что мне нужно платить кредиты. Да нет, да это вообще не история про деньги. Я мега счастлива, что вы мне за это все платите, я супер счастлива, потому что я бы, блин, все равно это делала всегда. Это офигенская штука, и это есть в каждом из нас. Вопрос в том, находите, верите вы в это или нет, готовы вы это искать в себе или нет. И это наполняет энергией. И жизнь, я вам повторяю, это не история прострадания, где вас из выковыривают. Вот вы должны это осознать. Когда вы приходите к этому пониманию, когда вы начинаете пробовать и видеть, как это взаимосвязано, у вас не стоит вопрос вообще о том, где брать силы. Часто говорят, ну Ольга, ну не может же быть у вас не быть плохо. Да почему не может? Конечно, у меня могут быть моменты, когда что-то пошло не так, я расстроилась, и там какая-то произошла ситуация, которая меня впечатлила, как это было недавно. Но это нормальная, естественная, человеческая реакция. Но это не история про страдания, депрессию, про черную полосу, да что за бред, да откуда вообще вы это берете. Про усталость. Вы устаете? Ну конечно. Я устаю, ложусь спать, утром просыпаюсь, и все хорошо. От чего уставать? Вы устаете тогда, когда вы собираете кубик-рубик неправильно, тогда, когда ваш кубик-рубик вывернут. Это представьте себе, что ваши фаланги, вот не дай бог, они вывернуты в разные стороны, и пальцы перемещены, вот с правой на левой. Вот это трабл, это трабл. Но если у вас все в порядке, то от чего вы можете уставать? И большинство людей сами себя выворачивают, сами свой кубик-рубик делают неправильным, получают этого удовольствия, понимая, что если кубик-рубик будет неправильным, это такое топливо для страданий. Зачем? Осознайте, энергия у вас есть, ее очень много. Это бесконечный источник, потому что вы подключены ко вселенной, мы с вами являемся энергетической частью огромной паутины, мы к ней подключены. Но когда мы начинаем зажиматься, когда мы начинаем сами себя ломать, когда мы начинаем подключать не те проводки, как компьютер, помните, как компьютер соединяется с принтером или телефон под зарядка, вы вот не то тычете, не то просто. Если вы делаете то, что вас не включает, это не тот провод, не надо его туда тыкать, это же элементарно, вы же смотрите и думаете, ааа, у меня айфон 11, блин, а это к айфону шестому, или это к самсунгу, вот это вот конкретно, к самсунгу, что же я айфон-то тыкаю в самсунг, вы же умные люди для этого, зачем же вы это делаете в своей жизни, и пишет человек, я работаю на работе, которая меня, значит, как-то опустошает, не питает, но я боюсь уволиться, я не знаю, где набраться смелости, чтобы уволиться, я всегда задаю один вопрос, люди, зачем вы это с собой делаете, зачем этот мазохизм, у меня тоже присутствует мазохизм, я вам честно скажу, мой мазохизм, он больше находится в отношениях, я люблю создавать конфликтные ситуации с мужчиной, я люблю страсти, я люблю где-то опогнать, осознанно это делая, понимая, что мне нужна какая-то определенная эмоция, но я не буду этого делать со своей жизнью, и не буду осознанно свою жизнь убивать, я разбираюсь, вот я, например, недавно поняла, что я человек, который не может состоять ни в каких ассоциациях, в каких-то вот у меня был, например, я была партнером в женском бизнес-клубе, я оттуда ушла, я даже не знаю, я оттуда ушла, у нас случился конфликт, ну в общем, но я поняла очень четко одно, я не могу присоединяться к чужим сообществам, тут есть какое-то большое сообщество, я неприсоединима, я могу создавать свое сообщество, и ко мне могут присоединяться, а вот так не работает, все, я это просто осознала, важно проводить анализ, конечно, гениальность это такая штука, знаете, которая приходит, как яичница, нужно поджарить 55 неправильных яичниц, чтобы эта 56-ая получилась, и яйцо не растеклось, то же самое, но важно анализировать, если вы будете тупо каждый раз бросать одинаково на сковородку яйцо, в надежде на то, что что-то изменится, то как бы вы не научитесь, может вам повезет просто, история о том, чтобы анализировать, я поняла, например, что я сольница, что я не могу работать по чужим правилам, я точно знаю, что я не буду, я буду очень плохим наемным сотрудником всегда, поэтому это не моя история, потому что я гну свою линию всегда, ну я вот такая, важно принять, понять, какой вы, и принять себя, и не пытаться перестроиться, и не пытаться по-другому, это как и с партнером, вы должны разобраться, какой вы, какой ваш партнер, и вы либо подходите друг к другу, вот такие разные, либо не подходите, потому что, если он все время ненавидит вас, а вы все время ненавидите его, и вы надеетесь, что вы поменяетесь, Вы всё равно, блин, вы проживёте голимую жизнь вдвоём. Зачем? Зачем вам это надо? Это всегда испепеляет, всегда вот эти отношения, неумение разговаривать, оно всегда тебя раздирает, ты всегда чувствуешь себя плохо. Зачем? Зачем быть в этих отношениях? Я наблюдаю таких людей среди своих знакомых, а даже среди своих близких друзей, которые годами мучаются и страдают. Я не могу, к сожалению, всё в их жизни решить за них. Я не имею права, но я наблюдаю десятилетием за одной своей подругой, с которой надо было, выходя замуж, развестись на следующий день, если ей сильно хотелось свадьбу. Она мучается всю жизнь, и это было видно изначально. Зачем вы это делаете? И всю жизнь вы отдаёте свою энергию. Когда вы несчастливы, у вас утечка энергии. Это, знаете, вот в бачке, у меня такое было в машине, когда пробит бачок. И у вас всё время вы заливаете туда хороший омыватель, а у вас, сука, его всё время нет, он всё время вываливается, всё время вытекает. Вот это про то, когда вы делаете что-то, что вам не нравится. Вы проснулись бодры, у вас опять, блин, этой энергии нету, потому что мама с вами поговорила на какие-то темы, вы начали опять, понимаете, что ничего в вашей жизни сегодня не изменится, ваш партнёр вас угнетает. И так происходит изо дня в день. И вы говорите, ну где взять эту энергию? Да, блядь, перестаньте отдавать её. Перестаньте отдавать её всем подряд, кто этого не заслуживает. Перестаньте быть на подсосе. Ведь большинство людей, они к вам вот так на присосочки берут, вот так вот. Так, где у меня тут провод? Вставляют вот так вот вам, вот так. И всё время с вас сосут, вы понимаете? Не удовольствия вам доставляют в сосут мужчины, а с вас сосут. Потому что они эту энергию, у людей же ещё очень много вампирят. Они когда чувствуют, что вы страдаете, многие ваши близкие партнёры, включая ваших родителей, включаются на подсос. Они начинают, вот они этим напитываются. Знаете, есть такие люди, которые вот прям постоянно, они вот-вот с вами поговорили, и они, блин, суки, растут. Мужики так часто делают у женщин. А женщина вся... Или мамы вампирят страшно. Есть девчонки, у которых мамы, я вот знаю просто таких, у которых мамы вампирят страшно. И неосознанно происходит. Тот неосознанно вампирит, тот неосознанно отдаёт, и всё. И вот такое происходит. Прекратите. Перестаньте это делать. Станьте наглым эгоистом. И скажите, моё, это моё, я не отдам тебе этого. Это моё, это моя жизнь. Перестаньте, разрубите, блин, этот канат, в конце концов. Вы в силах это сделать. Понимаете? Вы в силах это сделать. Я понимаю, что страшно, особенно, когда я не привык. Я понимаю, что если кто-то слушает меня сейчас впервые и никогда ничего подобного не слышал, это трешняк какой-то. Это разрыв шаблона. Но это нормально. Вы понимаете, что это как раз и есть нормально. А разрыв шаблона – это то, что происходит с вами. То, что вы позволяете делать со своей жизнью. Разрыв шаблона – это когда у вас нет ни на что ни сил, ни желаний. Когда вам 20, 30, 40, 50, вы уже нихера не хотите. Когда у вас нет ни на что мотивации. Когда вы вообще не понимаете, зачем вы живёте. Когда вас не мотивируют ни ваши дети, ни ваши отношения. Вы ни во что не верите. Вам похер, что вы на себя одеваете. Вам похер, как выглядит ваше тело, потому что вообще похер. Вам пофиг, как выглядит ваше лицо. Вам всё пофиг. Вы как-то живёте, как-то празднуете дни рождения и не хотите их праздновать, потому что вам все равно, сколько вам лет, быстрее бы, блядь, это закончилось. Вот в чем прикол, и это норм, это ненормально. Ну, я не знаю, как это объяснить людям, это ненормально, так не может быть, так не должно быть. Просто не должно быть. Вас просто жестко обманули, представьте себе. И вы об этом не думали, и никто с вами об этом не говорил, и вы живете в другом мире. Ребята, но мир не такой, в котором вы живете. Вот эта реальность, это не есть весь мир. Он может быть любым, разным. И парадоксальность в том, что если вас это тревожит, вам нужно перейти в другую песочницу. Есть полно людей, которые живут так, как я говорю, огромное количество. Есть люди совсем другие, есть прекрасные другие люди, и вы можете с ними дружить. И они обязательно в вашей жизни появятся, и ваша реальность может поменяться. Я знаю, потому что моя реальность поменялась неоднократно. Совсем. Я это очень хорошо знаю. И я сейчас, как иногда в кино таком, знаете, слышу истории, потому что мамы на подружке ведь остались, их дети-то остались. И мамы иногда рассказывают мне эти сериалы. Я уже не совсем помню, как кто выглядит там. Я много чего не помню. Но она мне рассказывает. Это как параллельный мир. Это как сказка из детства. И я понимаю, что я могла бы жить точно так же во всём. В разговорах, в жилплощади, в мыслях, в одежде. Я могла бы быть точно такой же, как они. Я не говорю, что они плохие. Нет. Все люди замечательные, такие, как они хотят быть. Но эта реальность, она вообще не нравится мне. Мне не нравится вот эта реальность, в которой они живут. Это страдальческая, зависимая реальность, которая... Но это они её выбрали. Я-то живу в другой. И я так живу, потому что я её создала. Потому что в тот момент, когда кто-то предпочитал остаться в этом, я предпочитала разобраться, почему так. Мне хотелось другого, я верила в это. И сейчас я не достигла своего какого-то потолка. Я сейчас не говорю вам, я сейчас заебись, какая классная. Нет. Я иду. Я иду. Я ученик этой жизни. И не хватит одной жизни, чтобы это всё постичь. Я иду. Я иду. У меня очень много желаний, очень много мечт, очень много всего. Но для меня важно, я проводник. Я чувствую себя проводником. И я понимаю, что, наверное, во мне энергии больше, чем в обычном человеке, потому что я пропускаю. Я иногда космически чувствую, просто как у меня башка разлазится, и что-то через меня проходит. Мне очень важно это отдавать, иначе я в этом взорвусь просто. У меня есть в этом физическая потребность, духовная потребность, ещё какая-то. Иначе я бы вот, поверьте мне, на сегодняшний день я очень неплохо зарабатываю для того, чтобы жить и не прыгать за всем. Но мне важно. Для меня это важно. Мне по кайфу это. Я хочу, чтобы вы знали, что можно по-другому. Я хочу, чтобы вы знали, что вы и есть свет. Я хочу, чтобы вы знали, что у вас много сил. Я хочу, чтобы вы знали, что вы можете, у вас есть такая сумасшедшая внутренняя сила в каждом человеке. И когда вы её откроете, вы офигеете. Вы станете, то, что вы станете богаче, там, бла-бла, да. Но то, что вы станете счастливее, то, что вы, как будто бы, знаете, мамонтёнок найдёт свою маму, поймёт, нахрена он здесь, вот это счастье. Я всегда плакала про мультики про мамонтёнка, потому что так не бывает на свете, что были потеряны дети. Так вот вы дети этой вселенной, понимаете? И когда вы находите своё место, у вас эта сила, вы чувствуете, вы её начинаете отдавать, потому что её так много, что вы понимаете, что она вам одному не нужна. Её очень много. Это уже не вопрос какой-то. Здрасте, что мы пищем? Это вопрос уже такой вот жёсткой потребности того, что у тебя много, ты хочешь это рассказать другим. Что случилось? Что мы хорошие? Что мои часики, что о чём-то мне говорят, наверное, сильно громко кричуем. Поэтому, ребят, это кайф, это нужно искать, это нужно в себе открывать. И для этого не нужны никакие сверхспособности, они у нас все есть. Для этого нужно одно желание, внутреннее такое, знаете, даже нежелание, которое есть такое в левом полушарии, ну ладно, не попробовать бы мне на кого-то поучиться. Это начинается внутренняя потребность. Вот такой внутренний подсосик, когда вас это начинает ковырять, когда вы понимаете, что что-то в моей жизни не так, я хочу это изменить. Я сильно больше боюсь этого не изменить, нежели чем это попытаться что-нибудь сделать. Вот эти истории про то, что, знаете, а вдруг у меня не получится, да, блядь, получается у всех. Если вы хотите по-настоящему, получается у всех. У вас же получилось, блин, залезть в жопу. У вас же получилось как-то вот свою жизнь так прихерачить. Оно же получилось как-то, вы, может, того и не хотели так, как вам кажется. Оно уже получилось, так вот в обратку тоже получается. Получается, когда ты ставишь себе это за цель. Я не понимаю, как можно бояться изменить свою жизнь и не бояться остаться, простите, в этой жопной стабильности. Нахрена вам эта стабильность жопная? Зачем? Зачем? Огромное количество людей всё время пишет, где взять энергию? Простите. Простите. Такого не может быть вопроса. Я хочу, чтобы вы это понимали. Чтобы вы понимали, что если у вас вот этот вопрос есть, это ненормальный вопрос. Это значит, что как-то уже совсем. Конечно, вы можете продолжать. В принципе, нормально, как у нас говорят, все так живут. Ну и живи, как все. И как-то оно нормально будет, и что-то оно там нормально сложится, и может, иногда будет хорошо. Но вы только вдумайтесь, какие фантастические сегодня, вообще, в какое время мы живём. Какие фантастические возможности у нас есть. Какой огромный мир. Вдумайтесь о том, что есть гениальные люди. А вы разве не такой? Просто эти люди открыли свою гениальность, а вы нет. Вот и вся разница. Неужели не хочется попробовать? Неужели не хочется разгадать самого себя? Фиг с этой вселенной? Себя разгадать, понять, научиться собой пользоваться. Вот эту инструкцию по применению себя. Почему я так чувствую? Почему мне что-то нравится? Почему вспомнить? О чём я мечтаю? Какой я вижу свою жизнь? Ведь у нас стёрты все эти картинки. Нам как будто бы стёрли все эти мечты. И сказали, живи реально. Сейчас тебе нужно получить первого числа зарплату, шестого числа заплатить за коммуналку. У тебя дети, у тебя то. И всё, тебя запрограммировали. И ты в этом как робот каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Не, никак. Понимаете? Очень важно найти себя. Для меня этот вопрос рано поднялся. Кто я? Какую записочку мне положили, когда я рождалась? Ну, ведь что-то же во мне есть. Мы не можем повторить чужой путь. Мы часто смотрим на других и думаем, я бы хотел, как он. Но чаще всего мы бы хотели, как он, что-то. Быть узнаваемым. Или быть таким классным. Или быть таким красивым. Я иногда смотрю на каких-то потрясающе красивых девочек, моделей, чаще всего мировых. И думаю, ну какой невероятной она красоты. Ну как так она могла быть? Ну такая красивая. Но у нас есть что-то наше. Что-то наше. Какая-то наша такая, знаете, штучка. И мы её интуитивно чувствуем. Это не история про то, попробуй в жизни всё. Мы чувствуем. Но мы себя заглушаем. Помните, как вот в детстве я привожу этот пример. Я прихожу, например, со своей Евой. Она у меня выбирает там рюкзак десятиклассника. Для десятого класса она идёт в первый класс. И он выбирает, он огромный, вообще огромный. Я говорю, Евчик, ну в первый класс нужно другое. Она говорит, мам, я хочу именно это. И я понимаю, что я сейчас как мама могу сказать, я тебе это не куплю. Мы тебе купим этот. Я её могу поджать со всех сторон. Я старшая, я взрослая, как нам говорят, да? Я взрослая, а больше знаю. Но я не хочу в ней это убивать. У меня нет такой задачи. Я хочу дать ей возможность раскрыться. Я слушаю, что ей нравится, что ей не нравится. Меня поражает этот ребёнок, например. Это и Алиса моей касается. Но я вообще космическая. У меня 5 лет, она какая-то из космоса. С самого рождения такая. Мне интересно посмотреть за этим ребёнком, посмотреть, что это будет потом. Посмотреть, как вот когда-то этот проект не сам создаёшь, а он создаётся на твоих глазах. Такой какой-то очень непонятный, очень для тебя нетипичный, странный. Но нас в детстве всё время кушай это, это полезно, эту одежду тебе от брата, это тебе от сестры, пойдёшь в эту школу, потому что она через дорогу, в мединститут поступишь, потому что он недалеко от дома. Всё за нас решили. А потом говорят, хуяк, выбирай, ты хозяин своей жизни. Да мы как собаки, которых в конуре вырастили, и ты хозяин своей жизни. Это честь нам и хвала, что мы ещё, очень многие из нас пошли и начали что-то делать, и начали как-то по-другому смотреть на мир. А наши родители это вообще аплодисменты. Вот своей маме я вообще аплодирую. Мой дедушка был тираном, я так считаю, маленьким, несостоявшимся мужиком-тираном. Он ставил мою маму на колени, на гречку, при том, что моя мама по сравнению со мной ангел, и приводил весь двор, приглашал, чтобы они посмотрели, как моя мама стоит на гречке, на коленях. Когда я об этом узнала, в 10 лет я взяла палку и начала пиздить дедушку. Бить. И сказала им, почему вы так боитесь его. Мне было 10 лет. У меня была сумасшедшая агрессия, я вообще не могла этого принять. А моя мама кричала, что ты делаешь, а я не понимала, почему какой-то дядя, даже если это твой папа, когда он делает хуйню, почему ты должна это слушать. И вот понимаете, по-разному всякое в жизни происходит, но мы с вами сегодня, сознательные люди, мы живём немножко в другом мире. Мы больше соображаем, мы к большему имеем доступ. И вопрос, почему многие продолжают жить по каким-то непонятным совершенно правилам, которые придумали люди, которым скучно, и которые сидят и издеваются над своими детьми, ещё над кем-то, и говорят, ты должен слушать старших, вы вообще ничего никому не должны. И, конечно, у вас не будет энергии, если вашей жизнью распоряжается кто-то другой. Так станьте хозяином своей жизни. Наконец-то! Найдите в себе смелость стать хозяином своей жизни. Уж поверьте, хуже вы точно не сделаете. Я, например, в своей жизни поняла, что для меня самое главное – это брать ответственность за всё, что я делаю. Вот, когда я беру ответственность, я лажаю, но я знаю, что это мой хотя бы выбор, что это не выбор моего врача, не выбор моей бабушки, не выбор моей соседки, школьного учителя. Да насрать! Это мой! Это мой! Да, я так сделала! Класс! Тут у меня получилось. И у меня получается в 95% случаев я супер довольна результатом. А говорили мне другое. И я сейчас всех прошу, не надо мне советовать. Моя жизнь, я хочу сама выбирать. Сама! Мне нравится брать ответственность. Мне нравится. Вы что, правда там с детьми так? Правда! Это мои дети. Вы правда пошли в дельфинарии? Это же издевательство над животными. Да издевательство – это когда ты мне это, блядь, пишешь, а я это читаю. Вот это издевательство. Что ты своей жизнью не занимаешься, а занимаешься моей. Вот что издевательство. А я сама решаю. Носить ли мне шубы, блин. Ты куришь каждый день и считаешь, что это не издевательство. Засираешь воздух с себя и всех вокруг. Это каждого выбор, понимаете? И перестаньте его навязывать. Кому-то. Себе навяжите свой, возьмите за него ответственность. У вас будут силы и будет энергия. Правильная, созидательная. Потому что энергия должна быть такая, чтобы каждый день у вас становилось ее больше, 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 больше. И тогда мир будет классный. А если все вокруг портится, это значит, что у вас не та энергия. Вы что-то не то делаете. Это чудесный эфир. Я вам благодарна за мой монолог, за ваши смайлики. Завтра у нас стартуют продажи пробной версии рерайтера жизни. Собственно, проекта, который является проектом моей жизни. Я вас приглашаю попробовать. Пробная версия, по-моему, там цена ее сейчас 5 долларов. Вы сможете написать две главы своей новой книги. Потому что рерайтер жизни это суть первоначального марафона написать новую книгу своей жизни. Написать и вообще достать из себя все то, о чем вы, может быть, никогда не думали. Может быть, боялись. Вообще понять, а какой бы жизнью вы хотели вообще жить. Вы хотели. Не ваша мама, бабка, ваш муж или кто-то там, или ваша реальность могла бы вам дать жизнь. Да насрать. Может, вы хотите жить в Нью-Йорке с суперолигархом. Вы хотите охренительный секс. Может быть, вы... Кто вы? Кто вы? Марафон рерайтер жизни это про кто я. Каждый отвечает себе на этот вопрос. Это про любовь к себе. Такую наглую, классную, здоровую любовь к себе. Которые нас приучали вообще чураться. Которые нам говорили, что это эгоизм, ты должен думать. Нет. Я на первом месте. Не мой муж, не мои дети. Я. Свет, включайся. Я на первом месте. Это ключевое. Я могу говорить об этом марафоне очень долго. Рассказывать все, что вас ждет. Но поверьте, это будет все равно сильно круче, чем то, что я вам расскажу. Поэтому я вас приглашаю на пробную версию. Вы точно сможете попробовать, это недорого. И для себя принять решение вообще. Фигня это? Или вы захотите остаться со мной на фурееве? Это тоже. Я об этом говорю, потому что, безусловно, моя главная, ключевая задача сделать так, чтобы этому научились все люди, которые проснулись. Много спит, но те, кто просыпаются, приходят ко мне. И я буду пробуждать столько, сколько смогу. Надеюсь, что еще как минимум лет 60-63 года. Я планирую до соточки точно дожить. Точно получится. Приходите, попробуйте. Я благодарю вас за этот чудесный эфир. Вся информация о марафоне есть у меня по ссылке в профиле в инстаграме. Можно написать в директ, можно написать и тоже это найти. Спасибо большое всем, что вы со мной. Спасибо большое за приятные сообщения. Я надеюсь, что сегодня вы чуть-чуть посмотрели на себя по-другому. И больше никогда не говорите, что у вас нет энергии. Вы можете говорить о том, что я трачу ее на какую-то херню и разбираться с этим, но она в вас есть. И теперь вы об этом знаете. И теперь вы точно несете ответственность за то, каким образом вы ее используете. Обнимашечки и поцелуйчики. Всем большое спасибо. До встречи в новых эфирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова